У наших соседей появилась очень дурная привычка. Выкидывать своего домашнего кота Тишку в подъезд. Сначала я подумал, что они просто его гулять приучают, а потом понял, что это наказание за какие-то проступки. Перепуганный Тиша сидел у дверей по несколько часов. Если он начинал мяукать или скрестись в дверь, то сразу получал веником от хозяйки. Мне стало жаль бедного кота и я решил, как следует проучить этих соседей, если они хоть раз еще проделают свой трюк. В один из дней, когда я устал и злой возвращался с работы, в подъезде снова встретил пушистого соседа. Он, как обычно, с печальным выражением на мордочке, преданно сидел у дверей хозяев и ожидал прощения. Не знаю, что он натворил, но обычно это какие-то мелочи. Что-нибудь уронил или поцарапал руку, когда играл. Увидев меня, Тиша привстал и приветливо затарахтел. Подъездная акустика только усилила этот звук, получилось очень громко. Я не удержался и улыбнулся, все проблемы дня как-то сразу улетучились. Взял Тишку на руки и, глядя, как он трется об мой пиджак, понял, что пора преподать жестоким хозяевам питомца, хороший урок. Ставил ключ и, открыв свою дверь, занес Тишу внутрь своей квартиры. Так и знала, что рано или поздно, ты его принесешь сюда, вздохнула жена, увидев меня с котом. Странно, что ты сама еще этого не сделала, усмехнулся я в ответ и, разувшись, отнес бедолагу на кухню. Налил ему молока, дал кусочек рыбы. Тишка с удовольствием все съел и опять замурчал, снова запрыгнув мне на руки. На следующий день был выходной, и я несколько часов подряд наслаждался криками соседей во дворе. Они вышли всей семьей искать пропавшего кота. Звали его по-всякому, обещали ему разные вкусняшки и всяческие блага. Но Тиша продолжал сидеть у меня на руках, как и сейчас сидит рядом с моим компьютером. Он не выходит из нашей квартиры, а я не спешу выдавать его обратно. Скорее всего меня обвинят в воровстве, когда все раскроется, возможно удастся отделаться скандалом. Но я думаю это не высокая цена за благополучие, этого ласкового и доброго кота, который просто не знает, как угодить своим хозяевам. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.